Кокос Подхваченные волнами, они постепенно дрейфовали все дальше и дальше. Сквозь страшные бури, гигантские волны, они продолжали плыть вперед, руководствуясь, как казалось, неудержимой силой. Их путешествие казалось бесконечным, пока их не выбросило на берег великолепного пляжа. Пышное зеленое побережье индийского штата Кэрролла, земля кокосов. Кокосовые пальмы очень быстро стали частью пейзажа, принося много плодов, распространяясь по всей стране. По мере того, как местные жители стали больше знакомы с кокосами, они обнаружили бесконечное их применение. Что самое интересное, это то, что кокосы производят чрезвычайно жесткие волокна, называемое кокосовое волокно. По мере того, как кокосовое волокно стало более широко использоваться, были найдены новые его применения. Из-за уникальной прочности и устойчивости кокосового волокна, его начали использовать в судостроении для связывания досок, крепления паруса и якоря. Это привело к бурному развитию отрасли судостроения в штате Кэрролла и расширению торговли. Производство напольных покрытий и ковриков из кокосового волокна привело к тому, что многие европейские компании открыли фабрики для того, чтобы быть ближе к производителям кокосового волокна, а также чтобы иметь квалифицированную и дешевую рабочую силу. Увеличилось число торговцев, которые приезжали в штат Кэрролла за специями и кокосами. Таким образом, в 1910 году господин Амэджидио Джакомини из Тревиза, Италия, приехал в Кэрроллу, чтобы торговать специями. Его путешествие привело к гораздо большему открытию. Кокосовое волокно – его многочисленные применения. Господин Джакомини основал первую в Европе фабрику по производству ковриков из кокосового волокна, импортируя его из Кэроллы. Это было началом семейного бизнеса Джакомини, который отличался лидерством, качеством и инновациями промышленности кокосового волокна. Компания делала довольно скромный прогресс, пока в 1974 году не появился на свет новый бренд «Велкок». Название «Велкок» произошло от слова «велюр» – бархатистый тип ковра высшего качества и «кокко», что с итальянского переводится как «кокос». Продвижение торговой марки и позиционирование под ней высококачественного товара сыграло важную роль, повлекшую за собой успех и рост компании. Клиенты получили возможность различать «Велкок» от конкурирующих товаров, крепко закрепив за собой статус мирового лидера по производству ковров из кокосового волокна. Компания сделала еще один гигантский скачок вперед в 1992 году, когда господин Эджидио Джокамини, внук основателя, возглавил компанию и дал ей новое направление. Мудрый господин Джокамини считает, что успех заключается в модернизации производства и достижении высшего качества. Он начал очень смелые инвестиции, которые в то время составляли одну третью от оборота компании. С тех пор компания движется вперед. В 1995 году компания дополнительно осуществила инвестиции в пять современных машин. С последующим в 1996 году открытием полностью автоматизированного упаковочного цеха, зарекомендовавшим за предприятием Джокамини лидерство на рынке по производству ковриков из кокосового волокна. Самой смелой и, возможно, мудрой инвестицией было создание Кэра Файбетекс в штате Кэролла, Индия в 2000 году. Название происходит от трех слов – Кэролла, штата Кэролла, Файбе волокно и Текс Текстиль. Кэра Файбетекс отражает идеалы компании во всех направлениях. Избыток кокосового волокна, низкая стоимость сырья и производственных затрат позволила быть конкурентно способными на мировой арене. Кэра Файбетекс включает в себя пять заводов в Чертала, Аллыпей и Ка-Канаде. Кокосовое волокно из палачи перекручивают в кокосовые канаты, затем закручивают в катушки, которые производятся в Аллыпей. После чего доставляют в Ка-Канад для производства ковриков. Кокосовое волокно из палачи перекручивают в кокосовые канаты, затем закручивают в катушки, которые производятся в Аллыпей, после чего доставляют в Ка-Канад для производства ковриков. Кэра Файбетекс также разумно инвестировал в новейшие компьютерные технологии на производстве, что дает ему преимущество перед конкурентами. Данная платформа является одной из самых передовых. Все операции компьютизированы и взаимосвязаны. Но что восхищает более всего, это то, что техническое обслуживание операционной системы может осуществляться из любой точки мира. Кэра Файбетекс является единственным производителем кокосового волокна в мире, имеющим в наличии 9 машин, способных производить в день 4 40-футовых контейнера ковриков из кокосового волокна с основой из латекса или винила. Кроме того, компания стремится увеличить производство продукции эко-кера, обладающей способностью к биоразложению, которая становится все более и более популярной среди потребителей во всем мире, несмотря на более высокую цену. Кэра Файбетекс делает больше, чем просто утверждает, что выпускает экологически чистый продукт. Он перерабатывает 100% своих отходов, используя их в качестве топлива для производства электроэнергии. В Кэра Файбетекс работает более 300 сотрудников, имеющих равные возможности. Он твердо верит в свою социальную ответственность по отношению к своим сотрудникам. Компания таким образом имеет низкую текучесть кадров, гарантируя выпуск товаров высшего качества. Также Кэра Файбетекс внедрил международные процессы контроля качества, которые были проверены и сертифицированы соответствующими органами. Кэра Файбетекс производит традиционные кокосовые волокна, коврики на виниловой основе, коврики, прорезиненные полипропиленом, латексом и хлопковые коврики, предлагая клиентам широкий спектр напольных покрытий. Экспорт более 1400 контейнеров по всему миру каждый год четко подтверждает позицию компании, как одного из лидеров в производстве ковров и ковровых покрытий. Велкок стремится приблизиться к своим клиентам и расширяет свои поставки за рубежом. Велкок рад объявить об открытии своего филиала в России для прямых поставок продукции Велкок на российском рынке. Вскоре планируется открыть филиал в Китае для китайского рынка. При выборе Велкок вы покупаете изделия с давними традициями и любовью к кокосовому волокну, которое восходит к 1910 году. Инновации и опыт, приобретенные за это время, помогают нам производить продукцию высокого качества. Керафайбетекс делает нас более конкурентно способными, так как мы приобретаем кокосовое волокно у первоисточника. Квалифицированная рабочая сила, низкие затраты и последние технологии производства в конечном счете принесут пользу конечным потребителям. Получайте преимущество, выбрав продукцию Велкок. Редактор субтитров А.Семкин